Компания «Шутская грошь» департамента борьбы выдала выносить Мальцанда Громов. Скажите, пожалуйста, Белял Сервирович Талерманов, почему он долги перестал платить компании «Шутская грошь»? Так это вы боретесь с задолженностью, мне звоните, что ли? Я немного не договорил, вы не услышали. По борьбе с мошенничеством, с задолженностью. Так вы мне определитесь, с чем вы боретесь, с мошенничеством или с задолженностью? Мы боремся с такими мошенниками, как вы. Ага. А с чего вы взяли, что я мошенник? Размотяги. Ну, по той причине, что напротив вашего номера телефончика стоит плюсик. Этот плюсик означает, что вам звонили, их спрашивали. Знаете такого? Знаем. Хороший человек. А вы кому звоните? Ну, скажите, кому вы звоните? Виктор. Я понимаю, вы сейчас забудете очень быстро даже, как вас зовут. Это нормально. Да? Ну, напомните, как вас зовут? Александр Громов меня зовут. С такой фамилией, да. А я сейчас забуду, как меня зовут. А я такая фамилия. Обычная фамилия. Ага. Вы, конечно, можете там выпендриваться, но вот скажите, когда вы будете сидеть за столом вместе со следователем и объяснять, как так получилось, вы тоже так себя будете самоуверенно чувствовать? Или там, как обычно, начнутся сопли и крокодили. Что значит? У меня дети, у меня жена. А ты, слышишь, ты вообще знаешь, с кем ты разговариваешь? Какие сопли, какие крокодили есть? С мошенниками разговариваем. Я мошенник, да? Ну, точнее, с подсобника-мошенника. А, подсобника, да? Да. Ага. С этим не согласно. А где ты взял мой телефон? Мне сказали, что вы не вступали в преступный договор. Ага. А где ты взял мой телефон? Должник дал. А, должник. А вы подпишите лично, да, должник? Так что, как будем действовать, Виктор? Ответьте мне сами. Предлагаю. Сколько он там должен? Аж обиде помогать со своим поделечком. Сколько он там должен? Давай я отлистаю. Подъезжай, и я отлистаю. Сколько он должен? Смотри, всего лишь 4450 гривен. Любое отделение твое согрошено. Приходишь, надо будет, там заплатишь. Я же тебя хочу лично увидеть, чтобы понять, кто как... Нет, я же говорю вам. Любое отделение швыскогрошей я посчитал. Нет, нет, Саша, Саша, слушай сюда. Я же тебя хочу увидеть, чтобы ты посмотрел, как я буду разговаривать. Я посмотрю, как ты будешь разговаривать. Кто из нас мошенник. Любое отделение швыскогрошей я там буду выходить. Давай так, Саша, подъезжаешь. Ты знаешь город, в который нужно подъехать? Или ты так, наугад звонишь? Ну, если тебя звонил наугод, я как минимум не знал, как вас зовут. Логично? Логично. Нелогично, потому что как меня зовут, знают много. А ну, скажи, в какой город ты звонишь? Я не знаю, где он в данный момент. Ну, 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 ну. Ну, я думаю, вы такой матюк знаете, как Билин. Давай. И полиция вас там, вы можете хоть скушать всю карточку там, на мелкие осколочки раздавить, но это ж не поможет. Ага. Ничего это знака, что... Как фамилия моего, как моего фамилия подельника, слышишь, Саша? Точка нахождения. Давай, фамилию подельника. А вы же забыли фамилию своего подельника? Ты меня напугал так, конечно, что забыл. Суйманов фамилия подельника. А как? Фу, гейманов. Забыли своего друга, как зовут. Слышишь? А сейчас заканчивать будем разговор. Набери в гугле или набери такой сайт контрколлектор. И вот там будешь смотреть вот это видео со своим базаром. Понял? Обязательно, обязательно. Давай. Ну, вот, ну, мама, там приветствую не забудьте передать. Все, ложи трубку. Сколько попсливаться? Да нет, а что ж такое у меня? Что вам? Трубку опять нельзя ложить или что? Так я же хочу стать популярным. Так будешь популярным. Это контрколлектор, организация. Мой телефон открытый. А ты меня взял, мошенником обозвал. Саша, тебя как воспитывали, а? Замечательно. Ты родился в гарнитуре, блядь, или как, блядь? Тебя как воспитывали? Ты не знаешь... Ты можешь мне, конечно, сказать... Слышишь, ты не знаешь человека, блядь. Ты слышишь, что я старше тебя по возрасту, блядь, намного. Ты слышишь это или нет? Ушлепать, блядь. А зовут меня Виктор Арк... Субтитры создавал DimaTorzok